Приветствую вас! Вы задаете по факту два вопроса. Как мне вести теперь себя с ним, после того, как мои чувства перегорели, и я, собственно, уже ничего не хочу больше? И можно ли сделать что-то, чтобы он меня больше в отношениях ценил? Я бы сказал, что в этих вопросах есть изрядная доля противоречия. Связана она с тем, что, казалось бы, если вас молодой человек больше не интересует, если он вас больше не волнует, если вас не беспокоит больше его отношение к вам, то зачем тогда? Для чего тогда, собственно, сделать что-то, чтобы он вас ценил? Или это месть? То есть тут либо вы не до конца все-таки к нему потеряли свои чувства, и тогда получается, что вы в некоторой степени лукавите. Или вы подразумеваете, ну, что-то другое. Возможно. Вот. То есть я здесь, конечно, не знаю. То есть тут нужно... На мой взгляд, тут нужно... Ну, исследовать несколько вот более подробно этот момент. На мой взгляд. Сейчас повторю. Дальше. Вы спрашиваете, как мне себя снизвести? Как себя снизвести, чтобы что? Что в итоге вы хотите для себя получить? То есть, ну, совершенно очевидно, что наиболее очевидным будет ответ, что, коли вам сейчас ничего от него не хочется, коли в вас сейчас все перегорело, так и демонстрируйте ему именно это. То есть у вас сейчас все перегорело. Не хочется ему писать ничего? Не пишите. Не хочется вам ему звонить? Не звоните. Не хочется вам ничего для него делать, например. Не делайте. То есть, ээээ... Какой... Какой... Ээээ... Ещё... Ээээ... Вариант... Какой ещё вариант... Эээ... Здесь может... По факту быть. Если честно, для меня это... Ну вот... Ээээ... В некоторой степени такая, знаете... Ну не загадка, я бы не сказал, что прямо загадка, но в некоторой степени для меня это вопрос. На который вам, на мой взгляд, нужно найти ответ. Для себя, конечно же. Вот. Дальше. Эээ... Можно ли, спрашиваете вы, сделать что-то, чтобы он больше вас ценил? Да, можно, очевидно, можно сделать. Эээ... Можно сделать что-то, чтобы он вас ценил. Что для этого можно сделать? Ну, пожалуй... Эээ... Определиться, почему вам так требуется... Внимание. Вот вы говорите, что вам не хватает его внимания. Тут только в том, что... Соглашаясь с человеком на отношения, вы принимаете его таким, какой он есть. То есть, вы не так много времени вместе, чтобы, например, откровенно привязаться к нему, или вы не так много времени, чтобы требовать от него, но вы говорите, что мне не хватает его внимания. Вот почему вам не хватает его внимания? Эээ... Более подробно, более подробно желательно раскрыть этот момент нужно, потому что очевидно, что именно он является корнем того, что человек вас не ценит. Ведь если вам не хватает его внимания, значит, вы нуждаетесь в чем-то, что он вам дает, а без этого чувствуете себя хуже. И хоть вы говорите, что советы займитесь собой вам не подходят, но я не думаю, что именно заняться собой было бы правильным направлением. Я думаю, что правильным направлением было бы посмотреть, чего вам не хватает. По какой причине вам не хватает его внимания? Вот. Возможно, вы в меньшей степени чувствуете себя, например, женщиной, когда, допустим, ну, без него, например, или когда он вам, там, не проявляет к вам, например, внимания. Вот. Возможно, речь касается, возможно, речь касается, речь идет о чем-то еще, речь идет о каких-то еще факторах, о которых я, например, допустим, сейчас, вот, ну, не знаю. Просто вот в силу, в силу, в силу ряда причин, понимаете. Вот. То есть это тоже, на мой взгляд, нужно учитывать. Тоже, на мой взгляд, нужно учитывать и исследовать, и смотреть. Вот. Потому что это касается, касается вас. Вот. Но, понимаете, он, человек, как бы, знает о том, он знает о том, что вы в нем, вот, ну, знаете. Он знает о том, что вы чувствуете, что он вам необходим. Он это именно знает, и, соответственно, если он это знает, то он и ведет себя так, как будто вы на втором месте. Потому что он чувствует, что вы, вот, в какой-то степени в нем заинтересованы, а значит, самому ему можно не напрягаться, условно говоря, условно выражаясь. Вот. Вот. Это, безусловно, не очень, не очень хорошо для вас, но по факту ситуация именно такая. Вот. Понимаете, два месяца вы в отношениях с ним 22 дня, за 22 дня, за последние 22 дня вы виделись только один раз. Сколько вы виделись до этого, не очень, не очень понятно. Как если честно, мне не очень понятно, откуда у вас такая серьезная грусть. Что вы не виделись там и сюда, по идее, вот именно, повторюсь, повторюсь, именно по идее, за такой срок вы, ну, не успели достаточно к нему вот так, прям привязаться, чтобы прям вот так откровенно нуждаться в нем. Вот. Ну вот. Но, тем не менее, тем не менее, это произошло, тем не менее, эта ситуация произошла, тем не менее, и раз эта ситуация произошла, значит вы в нем нуждаетесь. раз в нём нуждаются, значит, это нужно исследовать, вот, исследовать более подробно, исследовать более конкретно, чтобы понимать, что вот вам, ну, даётся болезнь не всего, что болезнь не всего вы переживаете. Вот, так, вот вы пишите, что меня, значит, не даёт никуда, никуда даже на прогулку по улице, ну, да, тут есть такое ощущение, что вы вот, что вы, как бы, ну, просите его, что вы переживаете по поводу того, что он никуда вас не зовёт. Это вот означает, что вы себя недооцениваете, что он вам нужен для того, чтобы лучше чувствовать саму себя, понимаете? Вот, и вот в этом, в этом, собственно, в этом весь момент заключается, в этом и заключается вся суть, проблематики, что вам обидно, что он вас никуда не зовёт. Но если он вас никуда не зовёт, это означает, что между вами недостаточно общего много. Если он вас никуда не зовёт, это означает, что у вас недостаточно много общего, чтобы вы были ему интересны, например, как вот прям, ну, как личность, как личность, да. И я понимаю, что вам, вероятно, ну, неприятно это слышать. Я отдаю себе счёт в том, что вам неприятно, может быть, это слышать. Но лучше, если вы сейчас для себя, возможно, это постараетесь понять и принять, чем будете биться в дверь, да, и постоянно получать отказы, постоянно натыкаться на стену, на блок и так далее. Дальше, так, мы ранее обсуждали, что мне не хватает его внимания. Да, вот, ну, вот тут вы перекладываете, как бы, ответ на него. Вы пишете, до вчерашнего дня я грустила, обижалась и скучала. А вот, тоже очень важный момент, вы пишете, до вчерашнего дня я грустила, обижалась и скучала. Вот хочется вас спросить, да, по поводу чего вы грустили и по поводу чего вы обижались. То есть это очень важный на самом деле момент, почему вы обижались, именно обижались, в результате, ну вот, чего вы, чего вы именно ожидали-то как бы, чего вы ожидали, на что, на что вы рассчитывали, вот. А мог ли, мог ли человек, да, мог ли человек дать вам то, например, чего вы хотели, вот судя по тому, что вы описываете, у него изначально такого ресурса не было, судя по тому, что вы пишете, и у него изначально не было возможности вам как-то давать тот уровень внимания, который, собственно, вам нужен, нужен, вот. Не важно, он этого не хотел, не важно, он это считает там ненужным и так далее, не важно, главное, что он вам этого не давал. Так почему же вы решили, на каком основании вы решили, что он вам вдруг это начнет давать? Ведь обиды это ожидание. То есть если у вас возникла обида, значит вы ожидали, значит вы ждали, что он будет вести себя как-то по-другому. Вот и нужно постараться понять вам, откуда эти ожидания взялись. То есть вы скучали, это та же самая история, понимаете, то есть как бы, я могу понять, что у вас есть чувства. Чувства к нему, да, есть к нему чувства, но какие чувства у вас к нему есть? То есть что это за чувства, что они из себя представляют? Хотели ли вы, к примеру, что-то, допустим, для себя в этих отношениях, или хотели вы что-то для него в отношениях? Ну, для него я имею в виду выразить вот свои чувства, если у вас чувства есть, то вы хотите что-то делать для человека. Вы же говорите о том, что когда в отношениях хочется их чувствовать. Вот вы пишите в конце, все-таки находясь в отношениях, хочется их чувствовать. Ну, опять же, хочется их чувствовать. То есть я это трактую так, что хочется чувствовать свою нужность и важность мужчине, например. Вот и возникает вопрос тогда. А насколько вы чувствуете свою собственную важность и значимую, если вы ее чувствуете вообще? Вот это, мне кажется, важный момент, на который вам стоит обратить свое внимание в том числе. Вот. Потому что это касается вас напрямую. Это касается того, как вы себя позиционируете. Это касается того, как вы к себе относитесь. Это касается того, как вы себя воспринимаете. Так что здесь вот такой момент. Возможно, мужчине не нравилось, что вы все время его ждете. То есть просто вот, что вы все время его ждете, да, что вы как бы пытаетесь его, ну, не знаю, может быть, к себе привязать. Вот. Вот. Человек это, как-то вот, не устраивало, не нравилось ему, что вы пытались его привязать к себе. Вот. И, как бы, вряд ли можно его, опять же, за это винить, потому что это его, ну, это его, возможно, изначальная позиция такая. Вот. Вот. То есть вряд ли его можно винить за то, что он не хотел, чтобы его, вот, привязывали. Что он, вряд ли его можно винить за то, что хотел свободы. Вот. И, конечно, я понимаю, что вам не хватало внимания, да, но тут вопрос в ресурсе. То, что мужчина, он на текущий момент может при, вот, на текущий момент при определенном, при определенном паттерне вашего поведения, он может, мужчина, я имею в виду, может, вести себя, ну, вот, так, и дать вам, может, соответственно, тоже, только вот это, то, что, ну, то, что может. И, и все. И получается это так, что вам этого мало, что вам нужно больше, получается. И вот только вся в том, на мой взгляд, чтобы определить, а что больше вам нужно. Понимаете, какая штука. В чем больше вы нуждаетесь? На мой взгляд, это очень важный момент для вас. Вот, я думаю, я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Ну, примерно. Примерно таким может быть ответ. Вот. Если вы поисследуете себя, если вы поработаете над своими, например, чувствами, если вы прислушаетесь к ним, то вполне вероятно, вы увидите причину, по которой вся эта ситуация в целом стала возможна. Вы увидите почему так получилось, вы увидите благодаря чему это стало возможным. И, возможно, сможете подкорректировать свою модель поведения так, чтобы подобных ситуаций больше не повторялось. Вот. Ну, возможно. Возможно, вы сможете это сделать. В противном случае, мужчины могут и дальше причинять вам боль. Кстати, вы выбрали себе такого человека, который, в общем-то, достаточно свободолюбиво себя ведет. Тогда как вам, очевидно, хочется мужчину, который больше бы ценил вас, больше бы и хотел бы именно вот, ну, именно к вам. Поэтому поправьте меня, если я ошибаюсь, вот, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что нужно вам, как-то вот, ну, в этих вот, примерно, направлениях смотреть, в этих направлениях примерно, вам желательно двигаться. Потому что, кого вы выбираете, да, кого вы выбираете и к кому вы стремитесь, это очень, ну, очень важная история, на мой взгляд. И если вы, допустим, ну, считаете, что мужчина должен проводить время с вами, то это все-таки вот, ну, такой человек, который действительно этого хочет и может. А ваш мужчина, он даже если бы проводил время с вами, он на данный момент был бы, ну, просто, просто несчастлив, наверное, если бы он был с вами. Потому что совершенно очевидно, что его, его это, ну, его это напрягало, ему это, ему было тяжело. Вот. Такой вот, такой вот ответ я вам могу дать. Я понимаю, что, возможно, этого недостаточно, я понимаю, что, возможно, вам хотелось появить чего-то большего. Вот. Вот. Но, тем не менее. Вот мне кажется, что противоречие, которое, противоречие, которое у вас есть, да, вот именно, именно, противоречие, связанное с тем, эм, значит, что, вроде бы вы к нему ничего, ну, вроде бы вы ничего к нему не чувствуете, да, к человеку, вроде бы. А в то же время, хотите, чтобы оно у вас больше ценнее, ценнее. Вот. Это противоречие нужно, на мой взгляд, разрешить, по моему мнению. Это противоречие нужно разрешить. Вот. Такой, я думаю, можно дать вам ответ. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучшим мой ответ. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация, которую вы описали, разрешится максимально позитивно для вас. Удачи вам.